так всем привет сейчас я тут пытаюсь разобраться со сложной технической аппаратурой всем привет 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 так жду мари 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 привет николай привет микки очень рад вам здесь меня хорошо слышно скажите пожалуйста или напишите так сейчас должна произойти магия мари о привет привет мари я пытаюсь понять где заголовок прикрепить и он у меня был а сейчас он исчез куда тут нужно пофейкнуть нужно отмотать немножко вниз и нажать на свой заголовок там будет пин так сейчас 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 ты знаешь что ты его не наблюдаю знаешь давай я напишу а ты его запинишь хорошо так всем привет меня слышно хорошо да да отлично у нас я отправила сообщение так где мне его теперь найти в сообщениях я супер давай еще раз смотри вот прям сейчас ага так 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 зажми его и будет пин вау магия ну давай 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 скажи ну нет подожди я его зажимаю ага сейчас вот прикрепить комментарии управлять своим инстаграмом все поехали итак у нас сегодня в гостях мари мари расскажи пожалуйста о себе представься вот и дальше мы будем к енде и вот это вот все красиво ты ушел от представления меня и передал мне сразу как бы влаг да спасибо большое спасибо за приглашение тебе меня зовут мариса аксон всем привет кто меня знает или кто не знает я нейропсихолог с аж 14-летним стажем я занимаюсь всем что связано с мозгом я изучаю мозг на одной руке покупателей занимаюсь нейромаркетингом уже давно на другой руке я изучаю мозг с точки зрения его функционирования здорового грамотного эффективного счастливого вот и у меня большой бэкграунд в работе с людьми с определенными диагнозами так же как и с нормой вот поэтому очень у меня богатый такой богатый опыт в самых разных областях но все все объединяется любовью и страстью к нашему самому главному и ценному к нашей мозгушечке ох я на своих занятиях очень часто говорю о том что ну зачастую среди людей занимающихся саморазвитием и исследованиям природы своего сознания и разных других вопросов связанных немного там с духовным поиском сводится к тому многие учения говорят что нужно остановить свой ум нужно что-то сделать со своим умом потому что ум это главный враг это это вот все все от ума горе от ума горе от ума и и я на своих занятиях говорю обратно что ум это мощнейший инструмент ну говорю ум имею ввиду и мозг да условно говоря носитель хард в котором базируется ум и что нужно прокачивать любую мышцу и накачивать ее то же самое касается ума и интеллекта и мозг потрясающее поле для исследования для развития которое помогает прийти к очень интересным открытием в исследовании природы того же самого сознания и я часто рассказываю людям о том что наука и ну то что является там учениями философскими около духовных да там каких-то они давно не параллельно идут они пересекаются наконец-таки и буквально несколько лет назад несколько ученых нейробиологов во главе там нашей дорогой замечательной татьяны черниковской знаю что у всех к ней свое отношение сейчас не об этом речь общались с монахами буддийскими на тему природы сознания то есть ученые рассказывали о своих открытиях и задавали вопросы непосредственно традиции которая занимается да развитием сознания исследованием и так далее и это очень крутой шаг в истории на мой взгляд эти лекции встречи точнее это не лекции это встречи дискуссии можно найти в интернете и порассуждать так как у меня часть аудитории ты понимаешь это люди которые занимаются практика йоги поэтому я вот об этом рассказываю но мы сейчас сместим фокус а можно пожалуйста я отвечу на то что ты рассказал потому что это дико интересно и важно я от обратного пойду дело в том что я как уже сказала я нейропсихолог изначально у меня шире специализация специальный психолог я работаю с коррекцией мозга вот прям то что ты называешь хард диском да с физикой мозга и работаю много лет и у нас с тобой есть одна очень близкая знакомая оля снегирёва которая тоже йога-тичер продвинутая и мы когда я давала практику на коррекцию мозга у нас в коррекционной работе из науки это очень важно есть дыхательные техники специальные которые нам активируют разные области мозга и мы нашли с ней пересечения моих практик из науки и ваших практик из йоги это был просто взрыв мозга насколько вот понимаешь абсолютно с разных сторон вещи пришедшие в разное время с разной фактологии да там люди дошли до этого в общем-то умозрительно через познание себя здесь дошли через очень конкретные отработки там механики и разные там аппараты исследования и раз и оно смачивалось кажется был маленький дофаминовый от этой информации расскажи а кто такой нейропсихолог да нейропсихолог нейропсихолог это мне кажется просто понятное название для людей со стороны нейропсихолог человек который занимается нейропроцессами занимается корректным развитием то есть мы как специалисты знаем в какой период жизни что должно произойти с мозгом и с психикой какие мы должны уметь вещи как у нас должно работать мышление как должна работать память внимание и все такое вот это вот все в норме ну и соответственно специальная психология коррекционная психология это такая штука которая направлена на то чтобы работать если что-то не в норме то есть корректировать очень определенными методами если чего-то у нас сломается нарушается не знаю кто у тебя в аудитории и как они вообще себя чувствуют друзья напишите вообще как вы себя сегодня на сегодняшний день чувствуете вы как бы считаете ваш мозг работает классно все с ним в порядке там на свои сто процентов или есть или есть ощущение что надо что-то подкорректировать было бы интересно узнать довольны ли вы своим мозгом классная постановка вопроса а вообще есть какие-то такие звоночки да вот прям который человек может сам у себя выявить что что-то не так что но я понимаю что утомляемость сонливость расфокус внимания это все в принципе сейчас у всех присутствует но мало кто обращает внимание на это и работает с этим исследует себя вот какие первые звонки о том что надо заняться своим мозгом что с ним что-то не так а мне очень приятно было что ты вначале сказал что ты абсолютно другой подход ну пропагандируешь да что наоборот ваш мозг это самое важное самое прекрасное что у вас есть и я всегда говорю о том что если вот у нас есть вот это беспокойство ума начать начинать нужно не с того чтобы останавливать беспокойство ума а с того чтобы мозг принести привести в порядок потому что вот очень классная метафора я тоже ее использую про то что у нас есть железо да что называется и есть некоторое по которое мы накладываем сверху будем представлять что железо это наш мозг если с железом все в порядке мы на него можем наложить кучу всего самого высокоуровневого но если у нас железо там двухтысячного года мы пытаемся поставить какую-нибудь 3d игрушку с новомодным там визуалом то у нас ничего не выйдет у нас все загорит если говорить про симптоматику то забывание слов если там есть один нюанс сейчас я его обязательно подчеркну эту историю забывание слов вы шли в комнату забыли зачем шли в комнату вы забываете какие-то вещи ты знаешь есть не такие прямые истории вот прям симптоматика есть опосредованные если вы ретроспективно например в плане вот там года двух лет жизни понимаете что вы принимали какие-то неправильные решения это тоже про работу мозга это тоже про то что где-то нужно подкрутить подкорректировать чтобы стало чище знаешь линза была более чистая и видела четче то что происходит снаружи вот понятное дело это тяжело внимание либо тяжело сосредоточиться все время отвлекаетесь и непонятно там что у вас происходит и вас там все беспокоит и телефоны и птички за окном и телевизор и еще что-то либо вам тяжело переключаться на другие задачи то есть вы тяжело переключаетесь вы наоборот ушли это тоже обратная сторона фокуса внимания когда вы ушли зарылись на несколько часов вам тяжело вынырнуть вам тяжело переключиться это тоже про пластичность мозга которая ну очевидно ее нужно чуть-чуть подкачивать со словами нюанс есть сейчас руслан прям две секунды со словами нюанс есть если вы изучаете несколько языков то у вас может случиться забывание ваших слов вашего родного языка это нормально потому что происходит ну такое смешение кодировок вот у меня есть очень вопрос такой животрепещущий про самостоятельные попытки что-то сделать со своим мозгом я его задам чуть позже я думаю мы выйдем на эту тему но так в голове его у себя держи вот и проверим насколько я у меня мозг работает тема гормонов и нейромедиаторов то о чем мы сегодня будем говорить точнее будешь говорить ты а я буду слушать и задавать вопросы почему это актуально почему эта тема что это вообще такое с чем это едят расскажи на самом деле мы не будем говорить сегодня прям про много нейромедиаторов но мы возьмем тот который считается учеными исследователями одним из самых важных в центральной нервной системе ты его сегодня уже упомянул вспомнишь конечно да дофамин на самом деле про него очень много говорят сейчас потому что поняли насколько он ну просто критично важен во многих очень историях потому что он за очень многие вещи отвечает и собственно наша жизнь знаете у нас друзья к такой жизни в которой мы живем сегодня вообще-то эволюция не готовила она не готовила нас к тому что у нас будет какой-то сумасшедший выбор еды она не готовила к тому что у нас будет вредная еда полная углеводов она нас не готовила к игроманиям она нас не готовила к телеку она нас не готовила к слишком яркому досугу и она нас не готовила к такому невероятному потреблению новой информации Поэтому мы... Абсолютно согласен здесь, да. Так. Вот. Именно поэтому, собственно, про дофамин мы сегодня будем говорить, потому что, на мой вкус, это такая острая история, которая наблюдается в обществе, которая наблюдается у каждого из нас. И я даже поговорю немножко про дофаминовое голодание, которое сейчас набирает обороты и реально начинает помогать людям. Дофаминовое голодание? Это значит, что ты голодаешь и вырабатывается дофамин. Это значит, что ты не голодаешь в смысле от еды, а ты себе перекрываешь каналчик к получению быстрого и дешёвого дофамина. То есть вырубаешь инстаграмчик и всё? Ужас такой. Почти. На этот наш мир подошёл к концу. Шутка. Друзья, да, спасибо, что были с нами. Так что же это за дофамин? Как он вырабатывается? И для чего он нужен? И так далее. Давай, расскажи скорее. Расскажи скорее. Вот оно. Дофаминовое голодание включилось на потребление новой информации. Пожалуйста, поставьте вообще плюсик, кто знает, что такое дофамин, для чего он нам нужен. Просто чтобы я понимала, как много человек в курсе вообще наших нейромедиаторов. Мне кажется, просто дофамин уже на слуху у всех, но вдруг. Дофамин – это нейромедиатор. Один из действительно центральных, один из главных в нашей центральной нервной системе, потому что, во-первых, он вырабатывается в среднем в соотношении всего остального довольно большим количеством структур важных. Ага, вижу, кто-то говорит минусик, кто-то плюсик. Вижу, что частично знают. Супер. Но Дарья Гацкая знает про дофамин, потому что Дарья вот пишет плюсик. Потому что Дарья у меня в клубе в НИМ как раз по развитию мозга. Конечно, она знает про дофамин, она слушает мои лекции. Спасибо, Даша, за поддержку. Так вот, дофамин у нас почему так важен? Он отвечает за огромное количество самых разных вещей. Он такой разнонаправленный. И самое главное, что он является предтечей выработки и других нейромедиаторов. Но мы у них сегодня не будем. Только вот об этом поговорим, чтобы тоже не создавать кашу в голове. В общем, он у нас отвечает на самые разные штуки. Он у нас отвечает за движение, за активность. То есть есть исследования, которые показывают, что если у вас достаточно дофамина, вы любите ходить в спортзал, заниматься йогой, танцевать, двигаться, ходить, гулять и так далее. Если у вас недостаточно дофамина, то, увы, вы предпочитаете поваляться на диване. И дофамин отвечает за мотивацию. Очень сильно отвечает за мотивацию. Вот вы хотите добиться чего-то, вы хотите построить карьеру, вы хотите создать, нарисовать картину, вы хотите построить себе дом или посадить дерево. Это все про дофамин. Дофамин – это у нас предвкушение и ожидание. Он начинает у нас с вами вырабатываться еще до того, как мы что-то получили. Мы хотим печеньку, и у нас уже в этот момент, вот мы чувствуем, что мы сейчас пойдем печеньку есть, мы еще не начали ее есть, а дофамин уже вырабатывается. Но это как ощущение, когда ты думаешь про лимон, ты его еще не съел, но у тебя уже свой. Да, да, да. Вот дофамин нам примерно такое же чувство в мозг пускает, сводит, сводит. Сейчас будет хорошо. Он у нас и про привычки наши. Дофамин, именно с помощью дофамина мы закрепляем какие-то привычки. Если мы пытаемся внедрить привычку, которая не приносит нам кайфа, дофамин не выделяется, мы такую привычку не выработаем никогда. Ну, то есть на силе воли, то, что называется силой воли, далеко на ней не уедешь, если мы говорим про нейронаши устройства. Кстати, спасибо огромное за сердечки. Я очень рада себя всегда, когда мне посылают сердечки. Это тоже такая дофаминовая история, когда вы шлете мне сердечки, мне приятно. Вот. И про метаболическое здоровье дофамина. В общем, ну, понятно, он за очень-очень многие разные вещи отвечает. И есть нюансики. Нюансики в том, что у нас с вами у всех есть нормальный здоровый уровень дофамина. Вот ты здорово живешь, ты занимаешься йогой, ты наверняка еще какие-то зош истории, да, на себе тренируешь. Расскажи. Конечно. Ну, я очень люблю все зеленое, салаты различные, стараюсь. У меня дофамин вырабатывается, наверное, мне кажется, такая привычка. Если в моем рационе пищевом больше 50% сырой еды, сырых овощей, зелени, вот я смотрю на эту зеленую горочку, и прям мне становится хорошо. И у меня такое, как будто бы перед самим собой такая совесть, ну, не задевается. Если я смотрю, то у меня все вареное, жареное, не дай бог, там, тушеное, и совсем нет ничего сырого, мне от этого грустно становится. Это если говорить про пищевые привычки. Вот. Я заметил, что мне нравится идея здорового образа жизни, мне нравится идея, что я ем полезное. То есть даже не сам факт полезной еды, она может быть даже невкусной очень часто, хотя есть люди-блюдоманы, мои друзья, вот Настя с Димой, они потрясающе умеют сотворить из ЗОЖ-еды вкусную еду. Так вот, мне нравится сама идея, что мое тело принимает хорошую, качественную, свежую, здоровую еду. Вот. Свежий воздух, конечно же. Я когда подумаю о том, что я пойду погуляю босыми ногами по трабушке или там по камушкам у моря, все, мне так хорошо становится от этого. Класс. Ну, в общем, у тебя с дофамином все в порядке, судя по всему, как это мой диагноз таков, да? Потому что, ну, дофамин, в общем, смотрите, у нас есть такой дорогой, что называется дофамин, и есть дешевый дофамин. Дорогой дофамин, это когда мы хотим, чтобы наше тело было гибким, здоровым. И мы идем, и каждый день занимаемся, 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 и где-нибудь там несколько месяцев спустя мы такие раз и получили, чего хотим. Это такой дорогой, но хороший, качественный дофамин. То, о чем ты говоришь про зелень, да, ты хочешь здорово питаться, ты хочешь здорово себя чувствовать, это дорогой, качественный дофамин. Ты для этого что делаешь? Ты не думаешь, что я хочу хорошо себя чувствовать и идешь есть бургер. Ты идешь есть листья салата, правда? Дешевый дофамин, это как раз-таки бургеры, это как раз-таки вот это вот жареное все с дополнительными какими-нибудь ароматизаторами, это тортики, это, естественно, алкоголь, который очень быстро дает нам прекрасное, очень быстро дает повышение дофамина у нас в мозгу и приносит много-премного удовольствия. Быстро. Это самое главное и самое злостное. Надо пить, получается. Вот, хороший вопрос. То есть я столько лет дал тебя качественного здорового дофамина? Не совсем. Значит, смотрите, я даже картинку подготовила, здесь вот как раз у нас и таится самое противное. Я просто про алкоголь сказала, к нему же относится шоппинг, к этой истории, к этой же истории относятся игры. Да-да-да. Не, подожди, сейчас будут хорошие новости. Геймификация, да, вот эта вся история. Значит, фишка в чем? Фишка в том, что у нас, как я уже сказала, есть нормальный здоровый уровень дофамина у всех, который нам дает возможность вставать по утрам, действовать, двигаться, там, танцевать, заниматься спортом, добиваться целей, строить карьеру, строить семью, отношения, какие-то там большие объекты создавать. Но потом, если мы начинаем очень активно получать дешевый дофамин, пойти, например, вечером, вот ты что-то сделал на работе клевое и пошел вечером там, в пятницу выпил, потом выпил в субботу и в воскресенье. У нас происходит следующее. У нас очень быстрый происходит скачок дофамина, очень быстрый. И этот скачок дофамина в какой-то момент пробивает, ну, потолок свой, быстро пробивает свой потолок. И здесь происходит нормальная защита организма. Организм понял, что можно получить очень много дофамина и быстро, и он будет делать все, чтобы вы его получали чаще, больше, быстрее. Это значит, что он, ваш нормальный уровень, будет понижать, чтобы вы почувствовали острый этот разрыв и побыстрее опять вернули вот этот максимум. Именно так формируются зависимости не только от алкоголя, от еды, от игр, от, извините, порно в том числе, от очень многих вот этих агрессивных вещей, на которые люди подсаживаются. Эта подсадка абсолютно на базе нейромедиаторов происходит. Здесь очень кайфанули, потом еще раз кайфанули, еще раз кайфанули, закрепили, значит, нижний уровень наш упал. Я даже подготовила картинку, но так как с тобой в эфире я не могу эту картинку показать, я попробую ее показать через экран. Я не знаю, если это получится. Давай попробуем. Я покажу, а ты скажешь, насколько это получается. Оп, вот так. Значит, здесь можно видеть несколько картинок курящего человека. Вот это дофамин в норме без всяких лишних движений. Дальше у нас идет дофамин. Сейчас я вспомню, кто там у нас есть. У нас здесь есть мало дофамина, когда уже человек курящий, он меньше получает удовольствия. Вот на остальных снимках, особенно вот здесь, видно, что очень мало дофамина. Вот здесь в норме, видите, все светится красиво, здесь все плохо. Это человек, который курит. Курящий человек тоже очень быстро получает дофамин с курением, очень быстро превышает вот этот потолок, и, естественно, его базовый уровень скатывается. И вот что любопытно, что когда мы чувствуем после, ну, вот есть такое вот углеводное похмелье, мы объелись какой-нибудь дреной еды, и нам на следующий день прям плохо. Мы прям чувствуем, что мы не в настроении, все ужасно. Есть даже такой термин, да, углеводное похмелье. Это как раз, когда вот эти быстрые углеводы дешевые мы получаем. И нам на следующий день прям плохо, и хочется как-то вот дыра прям внутри, и хочется эту дыру закрыть. Это значит, что у вас упал ваш уровень дофамина, нормальный уровень дофамина. И вот как раз в этом месте ни в коем случае не надо перекрывать эту дыру. Как разрушить дофаминовую зависимость? Вот хороший вопрос. Это как раз мы переходим постепенно к дофаминовому голоданию. Ну что, кстати, я как бы тебя успокоила, что ты все делаешь правильно. Да, да, но мне очень терпится узнать, как разорвать вот эту вот связь, как избавить себя от привычек, которые, ну, они есть у всех те или иные. У кого-то действительно порно хорошая тема, и мало кто о ней говорит громко, только какие-то, наверное, научпоп-сайты и книги, которые люди, скорее всего, не читают. Поэтому я думаю, что на примере порно каждый найдет у себя зависимости, от которых он хотел бы, наверное, избавиться, но ничего не может с этим сделать. И вот тут ты сейчас рассказываешь секреты. Рассказывай. Я тогда, так как это система, я системно подойду к этому вопросу, хорошо? Значит, смотрите, с одной стороны нам говорят про дофаминовое голодание, когда мы на несколько часов, а потом на день, а потом на несколько дней отрубаем себе все свои источники дофаминового кайфа. Дофаминовый кайф это залезть лишний раз, проверить в инстаграм лайки. Это опубликовать stories, это пообщаться со своими подписчиками или клиентами. Это, сейчас про сладкое расскажу, спасибо, что написали про это. Это залезть в фейсбучок, это выпить бокальчик вина за ужином каждый день там перед телеком. Это опять же включить телевизор, посмотреть телевизор. Это уйти на несколько часов в онлайн-шоттинг или в онлайн-серф. В общем, мы там просто начинаем потреблять информацию ради потребления. Информация, это тоже дофамин, потому что дофамин у нас очень четко, ты правильно сегодня сказал, вырабатывается на новизну. И с этим тоже нужно быть аккуратно, вот грань все-таки чувствовать. Вот, но это такая сложная история, потому что, если мы начинаем обрубать сразу все, то у нас происходит, как у любой системы, если посмотреть на человека, как на систему с взаимосвязями, есть привычки, есть нормальный день, это уже просистемное мышление. Мы все такие, как паутинка. И если мы пытаемся эту паутинку, а паутинка очень плотная, если мы пытаемся выдернуть один кусок от этой паутины, то он в какой-то момент, мы будем тянуть, 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 он даст обратно отскок, и нам только плохо будет. Вот, поэтому с этим нужно быть очень аккуратно. Есть метода хорошая, плавная, этичная по отношению к себе. И она начинается с того, чтобы, собственно, с самого начала выписать все свои дофаминозависимые привычки. Все, что у вас есть. У тебя есть что-нибудь? Ты нашел у себя что-нибудь такое? Мое порно? Да, мое порно — это Инстаграм как минимум. Конечно, зависимость. Я даже ставил себе ограничение, правда, потом в какой-то момент оно слетело, и я про него благополучно забыл или захотел забыть. То есть у меня был там не больше определенного времени выхода в Инстаграм. После чего у меня появлялось сообщение и говорил об этом. Ну, там была опция скипануть его и дальше продолжить. Это я абсолютно согласен. Я нахожу миллион обоснований привычек, что это мой инструмент, да, и рабочий, и вообще, ну, и развлекательный, поэтому я вот все-таки в Инстаграме. Ну, есть разные вещи, конечно. Я рассматриваю их с точки зрения практики йоги, потому что это работа с вниманием. И здесь ты права, и сила воли проявляется, но если я буду знать лайфхаки, как работать с хардом, то мне кажется, я буду как читер очень быстро достигать результата. так что давай. Давай. Метода. Значит, самое первое, что нужно сделать, это записать все свои дофаминозависимые привычки. А второе, это я тебе уже скажу, никого не призываю, но тебе скажу, ты уже пошел в ним, я рассчитываю, что ты со следующей недели начинаешь программу, и у нас там будет прям работа с системным мышлением, как формировать правильно привычки. Ты там еще этого поднаберешься. Поговорим, расскажешь подробнее, что это такое, потому что я думаю, что много людей заинтересовались уже. Вот. А вторая история, это чтобы не лишать себя дофаминозависимости сразу же, знаешь, вырывать с корнем. Этого делать не нужно. Нужно найти несколько привычек, посмотреть на них свежим взглядом и понять, от чего вы сможете вот сейчас отказаться с наименьшими потерями для себя. Если для тебя Инстаграм это очень сильная история, то может быть рядом с Инстаграмом есть какая-то штука, которая тоже тебе дает дофамин твой дешевый, но она не такая значимая для тебя. И тогда ты возьмешь и уберешь вначале ее, и поживешь без нее, и посмотришь, что у тебя получается. Тебе стало легче? Ты смог, как бы вот убрав одну маленькую штуку из жизни, смог ли ты повысить свой базовый уровень? Как по ощущениям? Потому что, если браться сразу за что-то большое, как я уже сказала, система, она будет отскакивать вот то, что ты сказал, скипнешь, найдешь целую кучу причин, чтобы не отказываться от Инстаграма и так далее. Тогда мы попробуем зайти с задней двери. Вообще, с задней двери очень круто заходить, у нас весь мозг устроен, там есть гениальное устройство, он весь устроен на том, чтобы заходить с задней двери. У нас даже сигналы в определенные места попадают только с задней двери ни напрямую, ни с главного входа. Это тоже важно знать. Поэтому ты тогда убираешь одну маленькую штучку, убрал, посмотрел. Посмотрел, что у тебя по приоритетам следующее стоит. Убираешь следующую штучку. Пожил с этим, привык, дофамин еще подровнял, стало легче. Значит, есть, конечно же, заменители. И заменители, это хорошо, если заменители грамотные. Попробуй подумать, что могло бы тебе заменить Инстаграм. Чтение книг. Действительно, это было бы таким же кайфом? Да, но если книга интересная, то да. Я просто часто замечаю, что время, потраченное на интернет, не в рабочих, да, каких-то целях, оно крадет время на прочтение любимой книги. Любимой, в моменте любимой, да, не то, что я там ее люблю перечитывать. Вот я читаю Пелевина. Я бы эту книгу, если бы не расходовал свой ресурс на Инстаграм, наверное, прочитал бы уже давно. А так я читаю ее уже вот месяц. Я уже дочитываю ее, но тем не менее, я когда возвращаюсь, я не могу остановиться. Я прям зачитываюсь, мне прям нравится все, что происходит. Но как только я ухожу в бытовуху и открываю там интернет, все. В принципе, я забыл, что я могу потратить сейчас время на книгу опять. Есть очень хорошая еще одна методика уже из лайфхакеров таких привычек, приудесения, как раз тоже на дофамине работающая. Это когда ты себе ставишь четкое время. Ну, например, ты знаешь, что ты в 6 часов выходишь в Инстаграм. Например, я не знаю твоего расписания, да? Ты тогда ставишь себе, что ты в 6 часов начинаешь не в Инстаграм выходить, а в книгу, но там есть важная вещь. Ты сразу же после того, как ты почитал, ты должен себе придумать какую-то плюшку, которая тебя радует. И плюшку эту получать ты должен сразу же после прочтения книги. Вот ты час почитал, ты и так у себя повысил, да? Дофамин хорошо, здорово. Но ты должен дать себе какую-то плюшку, которая даст быстрый дофамин и закрепит вот эту твою привычку. Это хорошая тема. Но должна быть какая-то полезная плюшка. Ну, конечно, мы же не будем... Сейчас я придумаю тебе шоколадки, знаешь, и всё, и по новой пойдёт. Не-не-не-не-не-не. Такое нет. И порно тоже не придумывай после книги. Хорошо. Придумай, что тебе нравится. Вытёкиваем, да. Так, хорошая методика. То есть я, получается, заменяю. Мало того, что я делаю что-то полезное и хорошее, я ещё и за это себя вознаграждаю чем-то полезным и хорошим. Обязательно. То есть такой дабл апперкот своей привычки, от которой я хочу избавиться. Да. Так. А ты говорила ещё про сладкое, что ты хочешь сказать? Да, я хочу сказать про сладкое. которые, возможно, сейчас нас смотрят либо будут смотреть записи, передаю им привет, и они понимают, о ком сейчас речь, у которых есть зависимость от сладкого. Причём она, я не знаю, она уже ими даже не всегда признаётся, я бы так даже сказал. Но зависимость очень серьёзная. Значит, к таким наркоманским зависимостям сахар, я хочу просто, чтобы вы понимали, это прям очень конкретная наркоманская зависимость, друзья, именно с точки зрения мозга. Я здесь как бы не полиция нравов, ни в коем случае никого не осуждаю, у каждого своё. Я сама когда-то слезала с сахаром, у меня была очень жёсткая зависимость, поэтому я на себе это всё прожила и прочувствовала. Значит, сахар – это зависимость. Зависимость абсолютно понятная, химическая и так далее. Поэтому просто так взять и завтра перестать есть сахар, вы просто не сможете физически, вы себя будете насиловать. Поэтому насиловать себя не надо ни в коем случае, это должно быть всё в удовольствии. Как с любой системой, ещё раз, я просто хочу, чтобы вы поняли, как работает системное мышление, как вы устроены. Увы, есть система. Сахар уже встроен, интегрирован не только во все ваши физические, химические, нейрофизиологические процессы, он проинтегрирован в вашу личность, он проинтегрирован в вашей привычке. Он часть системы. Если вы его уберёте, это значит, что у вас где-то что-то начнёт разваливаться. Это нормально, как если вы уберёте что-то из фундамента, какой-нибудь такой крепкий кирпич, у вас дом начнёт постепенно лететь. Поэтому нужно первое, что сделать, это очень хорошая методика из системного мышления. Пропишите себе, в каких процессах у вас участвует сахар, когда вы его употребляете. Вы должны понимать чёткую картину. Если вы просто держите это в голове, вы не понимаете. Вот поверьте, попробуйте записать, что у вас происходит с сахаром, как вы себя вознаграждаете сахаром, почему, если вы наливаете чай, то вы берёте шоколадку или кофе, или ещё что-то. В какие моменты вы употребляете свои шоколадки, там, плюшки, печеньки и так далее. Вам грустно или вам хорошо. То есть, вот где есть зависимость, на чём она основана? Во-первых, это первое, что нужно сделать. Второе, или, может быть, у вас есть привычка встречаться с подружками каждый день в кафе, и вы не представляете себе вот это вот посиделки за столом тоже без тортика или с друзьями. Вот. Второе, что нужно сделать, нужно сделать из этого проекта. Понять, что нужно будет постепенно сокращать и одновременно заменять. Сейчас есть, и я не знаю, Руслан, как ты, к этому относишься, но сейчас есть очень много здоровых заменителей вкусных сахара. Есть здоровые десерты абсолютно без содержания сахара, которые сделаны на сухофруктах. И главное, найти своё. Ещё раз, если вы полностью просто себя отрежете от этой стороны своей жизни, вам будет плохо. Когда вы первое увидите психологическую историю вашего сахара, вашей жизни, это уже полдела, вы поймёте, как это модулировать. Второе, полдела – это постепенно заменять вредный шоколад, ну, например, на финики. Шаг за шагом. Вообще, я просто скажу, что 21 дня, тут я уж вас не порадую, 21 дня будет мало, но я вам скажу, сколько будет достаточно. Примерно за два с половиной месяца у мозга и у тела вырабатываются новые привычки, которые уже не косметические, а которые уже нормально уже начинает работать мозг, функционировать без вот этой всякой гадости. С чего бы вы не слезали? Это может быть курение. На нейрофизиологическом уровне два с половиной месяца это может быть спорт, это может быть отвычка от сахара, алкоголя и так далее. А как насчёт срывов и откатов? Ну, то есть, человек, например, три месяца слез с сахара, а потом есть ли вероятность срыва и что бывает катализатором к этому срыву, чтобы себя обезопасить? Я понимаю, что это тоже такой частный вопрос, наверное, но вот мне было бы интересно. Я человек, который два раза в своей жизни бросал курить, и я не курил по семь месяцев, а потом опять начинал. Причём, когда я делал вот эту вот первую затяжку после семи месяцев, я, конечно же, себе говорил, камон, я сейчас вот затянусь и всё, и всё, на следующий день я уже снова был заедлым курильщиком. Сейчас я 12 лет уже не курю сигарет, слава Богу, и кальяна, и всего прочего, но были срывы вот эти, и мне казалось, что спустя семь месяцев я не вернусь. Это немножко другая, может быть, история, но давай возьмём сахар или какую-то привычку, то же самое порно. сахаром. Я скажу так, что вы, самое главное, как вы можете себя обезопасить от всего, и ты сегодня очень важную штуку про это сказал, это смена парадигмы. Вы, если продолжаете верить, что сахар даёт вам удовольствие и кайф по жизни, то вы не обманете ничего. Наш мозг устроен очень просто. Я хочу, чтобы все понимали, ты как вот человек, который занимается саморазвитием, самопознанием, йогой, учениями, ты точно это знаешь. Вот ещё Роберт Антон Уилсон сказал про это, а сейчас реально нейроисследователи подтверждают, что да, такая система есть. Он философ был, он умозрительно понял. У нас есть человек думающий, и он может думать всё, что угодно, что сахар полезен, что курение приносит удовольствие, что в религии может верить или в расизм может верить. И есть вторая часть человека, доказывающий. Вот этот, чтобы не думал, у этого одна задача доказать. И он тебе подведёт любую фактологию под любые твои мысли. Поэтому, если говорить глобально, вообще для нас по жизни, работает только смена парадигмы. Ты сегодня очень важную штуку сказал. Ты сказал, что тебе даже может не нравиться вкус еды, но ты кайфуешь от одного осознания, что ты кормишь свой организм здоровой пищей. И поэтому в этом смысле, если спустя 7 месяцев ты ещё как бы где-то у тебя была идейка о том, что это может быть прикольно затянуться, то оно у тебя ничего не остановит. То же самое и с сахаром. Если в какой-то момент мы можем с собой поработать так, чтобы увидеть, знаешь, прозрачную ситуацию, я просто как бывшая курильщица, которая тоже бросила очень вот по этой методике проектно, я прям проект себе сделала, я постепенно бросала и бросила, и бросила так, что не курю там больше 7 лет, хотя до этого я волновалась, что у меня никогда это не получится, что я никогда не смогу бросить курить. Вот, я понимаю, что только смена парадигмы нас убережёт от того, чтобы вернуться. Я знаю, что я никогда ни при каких обстоятельствах не вернусь. Это просто, ну, этого нет в моей жизни в принципе. В общем, мысли даже такой нет. Ты знаешь, да, скажи. Я хочу рассказать, есть в медической традиции, такая притча. Один странник странствовал, странствовал, и вдруг оказался в чудесном волшебном лесу, где-то там вот на границе миров. И оказалось, что это был рай, но он об этом не знал. Он прилёг отдохнуть под деревом, и когда проснулся, он подумал, было бы сейчас неплохо поесть. И вдруг перед ним оказались безумно потрясающие вообще явства, вкусности. И он насытился, он поел. Потом у него появилась мысль, а сейчас было бы неплохо, наверное, и выпить. И перед ним появился алкоголь. Хороший, вкусный, дорогой. Я в нём не очень разбираюсь уже давно, но какое-то, вино пусть будет, или какой-то другой. Он выпил вино. Потом он подумал о том, что, наверное, это всё происки духов, потому что откуда вот это вот всё берётся, о чём он думает. И в этот момент появились духи. И когда он увидел духов, он подумал, наверное, они сейчас меня будут пытать. И духи начали его пытать. Следующим была, мысль была, что он погибнет. И, конечно же, он погиб. Это было волшебное дерево, забыл, как оно называется, которое исполняет желание. Но речь о том, что это волшебное дерево всегда у нас в голове. Это наши мысли. И я абсолютно точно вижу прямую связь с тем, что происходит вокруг меня. Это то, о чём я подумал. Мы об этом говорили на днях с моими друзьями, о том, что вот ты о чём-то думаешь, оно даже вообще никак тебе не грозит. Тут ты переходишь дорогу, и у тебя появляется мысль о том, что это опасный переход, и машина может тебя сбить. Вот почему ты об этом думаешь? Как это появляется? Но и так случается очень часто, что эта машина, она действительно тебя сбивает, потому что ты сам себя настроил и подвёл к этому. Работа вот с этой парадигмой мысли его. А вот как здесь быть? Как научить себя мыслить по-другому? Потому что я очень часто говорю, как остановить, как сказать... что-то случилось, связь оборвалась, и мы вернулись. А вопрос я последний услышала, как остановить вот это... как бы как что? Как перестать думать о том, ну, как бы чего вообще ещё нет, и настраивать себя на то, что с тобой может произойти в негативном ключе. Я сейчас просто прокомментирую, там Яна очень важные комментарии дала. Яна, я вам обязательно отмечу, сейчас я отвечу на вопрос Руслана, если... Это Юна, Юна. Да, Юна, прошу прощения, Юна. Юна из Швеции, Юна, привет. Юна, привет, я вам сейчас отвечу. Вы абсолютно правы, и я отвечу, в чём фишка вот этого метода замены. Руслан, это настолько комплексная, большая работа, что, ну, давай будем честными, столько факторов, бэкграунд, как вы росли, где вы росли, где вы жили. Но однозначно есть механики, когда вы за несколько лет можете выйти на другой уровень мышления. Естественно, они все подразумевают, что вы занимаетесь прежде всего здоровьем своего мозга, что у вас нормально работают ваши мозговые структуры. Потому что тут нужно понимать одну очень интересную штуку. У нас есть некоторое, ну, такое заблуждение ощущательное. Я вот с людьми разговариваю, я понимаю это ощущательное заблуждение. У нас есть заблуждение, что наши мысли, они как будто так больше немножко нашей головы, и они вот как будто вот где-то вот, знаешь, вот эта же история, мысли витают. Она же вот, да? Да, 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 да. Все в языке, вот наше мышление, оно в языке. На самом деле нам нужно свыкнуться с одной важной вещью, что все наши мысли, все наши вот эти психические процессы, все, что происходит, оно лежит в очень конкретном месте. Если это конкретное место нездоровое, и сейчас очень много показателей есть, ну, например, у нас есть мозолистое тело, соединяющее два больших полушария. Если мы много работаем над синхронизацией больших полушарий, у нас мозолистое тело очень развито. Там очень широкая дендритная сетка. И если дендритная сетка в порядке, мы в порядке. Если она увядает, потому что у нас плохая коммуникация между двумя полушариями, мы не занимаемся этим, это напрямую ведет к депрессивным состояниям. А нам может казаться, что в жизни все плохо. Понимаешь? Как это, как периодически, как у меня вот друг прикалывался, типа, у меня было такое плохое настроение, я так наезжала на жену, даже зашел к ней в комнату, посмотрел на ее растение, сказал, и растения у тебя кривые. Ну, то есть... Немножечко нейроны — это нервные клетки. Дендрит — это... Отростки нервных клеток. И аксоны есть. Дендриты и аксоны, насколько я понимаю. Да. Дендриты — это принимающие, принимающие такие деревья. То есть чем больше у нас отростков, чем больше они развиты. Тем больше нейронных связей. Естественно, и тем больше мы быстрее принимаем, быстрее обрабатываем. Кстати, про дофамин тоже не сказала. Дофамин, в том числе, напрямую у нас связан, если он качественно у нас настроен, он напрямую связан с быстротой мышления. Чем больше у вас дофамина, тем быстрее вы соображаете. Вот. А я отвечу на Юна. Юна пишет, что фруктоза быстрее поднимает сахар в крови. К чему такая замена с точки зрения нейрофизиологии? Я вам скажу, к чему такая замена. Такая замена не для того, чтобы подсадить человека на сухофрукты, а для того, чтобы в моменте убрать жесткую, тягу к сахару искусственному. Потому что сухофруктов потом отказаться гораздо от них проще, чем от искусственного сахара. Когда вообще, в принципе, вот эта история про сахар уйдет, убрать сухофрукты из питания, это просто расплюнуть. Это такая заместительная терапия. Знаете, мы по чуть-чуть снижаем вот этот вот пресс на наш мозг. Исходя из беседы, я делаю выводы, что те люди, которые мрачно смотрят на мир, которые такие минорные, и вот это можно увидеть по постам в соцсетях. Есть такие люди, которые все время пишут негатив. При этом они даже сами так не считают, что у них все минорное. Сегодня погода плохая. Метро было много людей. На дорогах были пробки. Сигареты перестали радовать. Кино отвратительное. Работа утомляет. На свидание никто не зовет. Ну, то есть вот... И это все один человек может писать, да? Вот это же тоже говорит о том, что есть какая-то нестабильная работа нашей коробочки. Да, конечно же, конечно же. Более того, например, очень известная исследовательница нашла зависимость между недостаточной выработкой нейронов в день. Я тут сейчас должна просто пояснить всем, кто старой школы. Друзья, нервные клетки воспроизводятся каждый день. Мы каждый день получаем до 700 нервных клеток. И мы... Новых, новых, да-да-да. И мы тут должны понимать, что там две задачи у них. Родиться и встроиться еще в систему, и, естественно, как и с телом. Не занимайтесь спортом, все будет плохо. И с мозгом так же. Вы можете либо помогать нейрогенезу, либо мешать. И она вот нашла... Очень большие исследования, долгие были. Она нашла зависимость между тем, что у людей из-за образа жизни или из-за болезней, других болезней, малое количество нейронов вырабатывается. И они в глубокой депрессии. Интересно, что это вообще пришло с такой, с другой стороны к нам. Она изучала изначально раковых больных. Они после химиотерапии, они уже излечились, но у них химиотерапия, очень длинные последствия. Химиотерапия убивает практически напрочь рождению новых нейронов. Там люди вроде вылечились, должны быть счастливы, они в глубокой депрессии пребывают, причем в клинической. Это важно. Поэтому, да, однозначно, если прям все плохо, то я бы смотрела прежде всего, а что у нас там с мозгом происходит в этот момент. Что у нас со структурами и что у нас с нейромедиаторами. Дальше я хотел бы сделать небольшую развилку в твоих проектах, чтобы ты о них рассказала, а потом вернуться к тому вопросу, звучавшему в начале. Ну, у меня в голове, которое я хотел задать. То, к чему многие прибегают в современном мире и имея такой большой доступ, доступ к такой большой информации, да, в интернете. Расскажи, у тебя есть проекты, в которых ты рассказываешь, как прокачать свой мозг? У меня сейчас есть школа моя. Это первая, кстати, школа нейромаркетинга и нейронаук на русском языке, в России и на русском. И там есть два таких направления, самых таких знаковых, самых мне интересных. И там у меня больше всего опыта и компетенций. Первое направление – это прикладной нейромаркетинг в бизнесе. Мы как раз там изучаем мозг человека, покупающего, как у него эмоции устроены, как он принимает решения, как у нас устроены когнитивные искажения. Ты знаешь, что такое когнитивные искажения? Расскажи. И знаешь, что ещё? Мне хотелось бы, чтобы ты прояснила. Очень часто люди говорят когнитивные диссонансы. Мне кажется, они используют это выражение вообще не к месту, не понимая, что это значит. Расскажи про когнитивные искажения. Про когнитивные искажения. Когнитивные искажения – это такие ошибки мышления, которые нам либо эволюционно, либо при жизни пришли. В общем, когда нам в один момент, не нам, мозгу нашему, ну, нам, конечно же, потому что мы про себя говорим, получилось, ситуация сложилась, что А равно Б, он это зафиксировал в моменте, и мы продолжаем так жить, даже когда это не так. Некий партнер, то есть. Да, да, да. Это шаблон мышления, который приводит, это очень важно, к ошибкам. Он к ошибкам приводит. Почему и искажения? Потому что мы как-то неправильно, условно неправильно распринимаем информацию или неправильно обрабатываем. И вот у нас случаются ошибки мышления. Вот. А про когнитивный диссонанс, да, к чему вообще я это? Ошибки мышления мы изучаем, чтобы, во-первых, знать их у себя, а во-вторых, знать их у наших клиентов. Потому что мы с вами этим, в общем-то, можем пользоваться аккуратно, как бы специально, определенным образом предоставляя информацию, чтобы клиенту помогать, например, выбирать нас, а не конкурентов. Вот. А то, о чем ты говоришь про когнитивный диссонанс, но самое простое, как объяснить когнитивный диссонанс, это когда тебе улыбается мужчина, прекрасно выглядящий, ты понимаешь, что что-то не то, а потом замечаешь, что у него кулаки сжаты очень агрессивно. Вот это когнитивный диссонанс, несоответствие по факту какого-то воспринимаемого объекта. Вот. И то же самое, конечно, будет касаться и ситуаций. Когда нам говорят, что для нас клиент самое важное, а потом делают всё, чтобы это казалось, что это не так, то это тоже когнитивный диссонанс. Это тоже несоответствие. Интересная тема. Вообще про неё можно отдельно разговаривать, мне кажется, про клиент-сервис. Да. Он построен, и когда он работает неправильно, с ошибками, предлагая одно, и в итоге совершенно по-другому. А это вот твоя очень тема интересная. Да, я бы тоже с тобой, с того, что ты моё обсудила. Как-нибудь. Мне кажется, что этот эфир, он может быть с продолжением. Я вообще очень люблю, когда есть продолжение. Так, я... Я хотел спросить. Вот люди, хомо-сапиенсы, вроде думающие, открывают интернет, и есть такое модное слово «ноотропы». И начинают пичкать себя разными ноотропами. Есть фармакологические, фармацептические, точнее. Есть БАДы, да, там разные растения, порошки, примочки и так далее. Я честно скажу, я употребляю много БАДов, но прежде чем употреблять БАДы, это важно будет тоже сказать нюанс. Нужно исследовать своё тело и понять, до чего ты их пьёшь. Если у тебя есть какие-то дефициты, тогда да. Если дефицитов нет, то просто так, потому что кто-то сказал, что нужно пить омега-3, 6 или 9. В общем, может быть, и не нужно пить. Нужно смотреть, что вы едите. Так вот, ноотропы, я прям отовсюду слышу, люди как бы подсаживаются на них и говорят, такая классная, крутая штука. Вот расскажи, пожалуйста, что ты думаешь об этом? Ну, я не скажу ни да, ни нет, хотя вот сейчас меня позвали как раз в европейское кино выступать именно с критикой к ноотропу. Вот я буду записываться должна в этом месяце. Потому что эта проблема, она не только вот в России, да, она реально сейчас по всему миру. Я скажу, что я изучаю гейеронауки с начала 2000-х годов. И то, что даже я изучала в университете, когда заканчивала, и то, что есть сейчас, это, ну, понимаете, это небо и земля. И это значит, что мы все еще, вот прям сегодня, сейчас, до конца не знаем тех последствий, которые нас могут ждать, если мы будем вот так безоговорочно, без консультации, без понимания, без врачебной какой-то, без врачебного наблюдения, пичкать себя ноотропами. Это первая история. Потому что мы реально каждый день получаем все новые и новые данные. Мы каждый день уточняем чуть больше про строение мозга. Вот я сегодня только пост про это писала, там, новости нейронаук одной строкой. Друзья, можете потом после эфира сходить, почитать. Мы реально каждый день что-то новое узнаем, и иногда это новое абсолютно перечеркивает старые знания. Иногда расширяет, уточняет. Это первая история. Я довольно специфично отношусь к ноотропам. Я прям категорически против приема ноотропов без консультации с врачом, без специальных показаний. С другой стороны, я искренне понимаю, почему люди к ним прибегают. Потому что мы живем в таком сумасшедшем мире, мы в такой невероятной нагрузке, которую, я вот вначале сказала эфира, нас эволюция к такому не готовила. Но наш мозг реально не успевает просто адаптироваться к такому сумасшедшему ритму. У нас очень громкие города стали, они стали очень светлые, мы очень тяжело переносим сейчас столько света, например, поэтому сейчас начинают рекомендовать темные шторы. 30 лет назад никому не пришло бы в голову, что нужно там до черноты зависеть свою спальню перед сном. И так далее. И информационный поток, и сигнальный поток, он сумасшедший. И при этом вызовы, которые жизнь предоставляет, в основном очень любят стартаперы наотропами баловаться. И бизнесмены. И я понимаю, почему вообще в голове звучит, что нужно подкачать себя, чтобы быть еще выше и лучше. С другой стороны, и здесь прям с уверенностью могу сказать, что есть корректные способы поддержания своего мозга в очень эффективной форме. Так же, как есть, вы можете ходить на массаж хоть каждый день, ваше тело все равно не будет достаточно сильным, гибким, качественным для того, чтобы какие-то вызовы жизненные принимать. Или можно, собственно, заниматься йогой, например. Или можно заниматься каким-то другим спортом и грамотно, качественно, шаг за шагом каждый день себя прокачивает. С мозгом та же история. Для него есть спорт. Это вот, кстати, мой второй проект, это нейроклубним, где мы мозг изучаем и самое главное, где мы мозг тренируем очень плотно. Это очень понятная, специализированная нейрогимнастика, которая дает эффект, вот здесь, я не знаю, сейчас в эфире еще остались те, кто у меня сейчас в клубе, эффект, как что-то называется, ноотропный. Только это все здорово, это все без привнесения всяких гадостей в свой организм, которые вы не можете контролировать просто никак. Вы вообще не, после того, как они попали к вам в тело, вы просто, вы отпускаете полностью контроль и вылетите без тормозов по горной дороге, друзья. Поэтому, вот, это мое такое личное мнение к этим историям. у нас подходит время к концу, причем время пролетело очень быстро. И, знаешь, вчера мы прогуливались с друзьями, они ходили на лепку, на гончарном круге, на глину, кто-то на круге, кто-то вот на глине, ну, во-первых, это хорошая работа с моторикой, да, это вот это все. Они сказали, что не заметили, как время пролетело. Я очень часто слышу от занимающихся у меня, они не замечают, как пролетает очень быстро занятие по йоге. И это происходит именно тогда, когда ты находишься вовлеченным в процесс, когда ты в моменте, вот в этом присутствии, о котором мы все говорим, да, и там Эрхартоли, и там, не знаю, ведические книги в присутствии, здесь и сейчас, просто уже набило оскомину. Мне кажется, прокачанный мозг как раз-таки умеет входить вот в это здесь и сейчас, вот так вот. То есть, круто, когда это получается при помощи, там, вовлечения себя в... Но ты не ходишь на лепку каждый день, ты не занимаешься йогой 24 на 7. Помогает ли методика, да, твоя, вот как можно чаще и больше быть, замечать себя и быть в этом моменте, чтобы время не замечать? Спасибо тебе большое за вопрос. Прям две вещи, очень быстро, чтобы успеть. Первая методика, если что, не моя методика из научного мира, я ее взяла, запаковала, адаптировала для нормы, это важно. Методика изначально появилась как работа, коррекционная работа с людьми с диагнозами, сейчас мы работаем с нормой этой методикой. Вторая, да, она помогает, конечно же. Вторая история, я хочу пригласить всех, кто сегодняшний эфир смотрит сейчас и потом. У меня в среду будет очень подробный вебинар о том, как устроен мозг и как раз как работает коррекционная гимнастика. Я даже буду давать часть коррекционной гимнастики для того, чтобы вы ушли с вебинара прямо уже с занятием, вы могли дома сами уже что-то начать делать для своего здоровья. Обязательно, дай мне линк, я повешу у себя тоже ссылку на вебинар, чтобы люди переходили. Супер. Там эфирация предварительная. Да, да, конечно. Ага, обязательно к имени мы отправим. Да, и второе, ты хотела же сказать? Ну и второе, конечно, да, работает. Я про то, что это в смысле не я придумала этой методике уже много лет, она уже опробирована, это не то, чтобы она со мной пришла в этот мир, но я смогла ее привнести для всех как бы наружу, достать из нашей коррекционной практики. И у нас есть возможность прикоснуться к ней, и это был очень крутой эфир, полезный. Я всегда за пользу и за эффективность, а не за просто какое-то пустое бла-бла-бла. Но те, кто ходит ко мне на занятия, они, наверное, знают не понаслышке это. Я благодарю тебя, что ты, несмотря на то, что у тебя уже там поздно, да, сейчас, или наоборот? Наоборот, у меня раньше. А, у тебя раньше, да. Спасибо тебе огромное за приглашение. Это был очень крутой эфир, очень полезный, и я предлагаю его как-нибудь повторить. Все, кто сейчас с нами, если у вас есть вопросы, идеи, о чем поговорить в следующий раз, напишите мне или Марии, и мы обязательно из этого составим структуру, и по ней пройдемся, и озвучим какие-то интересные темы, которые вам прям важны. И все ваши вопросы можно написать мне в директ, я буду рада на них ответить. Да, конечно же, пишите Марии, вот, спасибо еще раз большое. Спасибо огромное. По-португальски, доброй ночи. Буа-ноуи-те. Буа-ноуи-те. Спасибо тебе. Буа-ноуи-те, querido. Обригада. Чао-чао. Чао.